Театральная вольница На мой взгляд это очень показательно, что вот настолько молодые ребята, студенты и уже достаточно высокопрофессионально подчеркиваем уровни представляют ДНР на подобных фестивалях. Учитывая, что в данном направлении это был первый международный фестиваль, то для ДНР, я считаю, и для наших молодежных организаций, это очень показательная поездка. Я уверен, что в будущем профессиональные навыки в данном направлении будут только расти и ребята будут представлять ДНР не только на подобных мероприятиях, но и на тех, которые, скажем так, в данной сфере будут проводить Российская Федерация. Как рассказали режиссер-постановщик театра «Балаган» Роман Пожидаев и актер этого театра Антон Антонов, на фестивале в Ростове-на-Дону выступали не только местные коллективы, но и коллективы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара, Анапы, Екатеринбурга и Челябинска. В жюри фестиваля были известные актеры из России, Италии, Германии. Это было невероятно, потому что на протяжении четырех дней, четырех дней, нет, пяти дней, пяти дней мы получили колоссальный опыт в плане знаний, колоссальный опыт в плане общения. Я вам скажу честно, без лукавства эта поездка за пять дней проживания в Ростове перевернула всю нашу жизнь. Действительно, не было времени даже, чтобы подумать нормально, мы просто работали, учились, духовно, так сказать, просвещались, постоянно какие-то спектакли, тренинги по фехтованию, разговоры с актерами местными, российскими, масса новых знакомств. Мы очень дружились с коллективами, с коллективами из Подмосковья, с московским коллективом мы сдружились, с Санкт-Петербургом одели привет. Мы со всей России, в общем, были коллективы, мы со всеми по-дружески ходили, гуляли, общались, и нам мало, и мы когда уезжали, мы не хотели, чтобы это все заканчивалось. Отмечая высокий уровень других театральных коллективов, участники признались, что им было очень радостно и почетно выйти на сцену за кубком лауреатов первой премии, который им вручил народный артист России Эммануил Виторган. Во время фестиваля коллектив студенческого театра получил приглашение на участие в других аналогичных формах в Российской Федерации.